Ко всем партийным организациям. Проект письма ЦК РКПБ. Примечание. На проекте данного письма имеется резолюция Владимира Ильича Ленина, адресованная секретарю ЦК РКПБ, в котором говорится «Я за немедленную рассылку, как бесспорные вещи». Письмо было разослано Центральным комитетом партийным организациям во второй половине июля 1920 года. По нашим сведениям, вокруг Врангеля собралась группа опытных, отчаянных головорезов-генералов, которые ни перед чем не остановятся. Солдаты Врангеля сколочены в части великолепно, дерутся отчаянно и сдачи в плен предпочитают самоубийство. Технически войска Врангеля снабжены лучше наших. Подвоз с запада танков, бронемашин, самолетов, патронов. Обмундирование продолжается до сего времени, несмотря на заявления Англии о прекращении подвоза. Слабость наших войск, дерущихся против Врангеля, состоит в том, что, во-первых, они разбавлены военнопленными, бывшими деникинцами, нередко перебегающими на сторону противника, и, во-вторых, они не получают из Центра ни группами, ни одиночками добровольцев или мобилизованных коммунистов. Необходимо очистить эти войска от бывших военнопленных и регулярно снабжать их большими партиями добровольцев или мобилизованных коммунистов для того, чтобы создать в них перелом и дать им возможность победить лютого врага. Крым должен быть возвращен России во что бы то ни стало, ибо в противном случае Украина и Кавказ всегда будут угрожаемы со стороны врагов советской России. ЦК обязывает вас усилить массовую агитацию в духе настоящего циркулярного письма и незамедлительно организовать регулярную отправку коммунистов на Крымский фронт, хотя бы в ущерб другим фронтам. Написано в июле 1920 года. Впервые напечатано в 1945 году в 35-м ленинском сборнике. Продолжение следует...